Книга пророка Даниила. Глава первая. На третий год царствования Иоакима, царя Иудеи, подступил к Иерусалиму Навуходоносор, царь Вавилонский, и осадил его. Господь отдал в руки Навуходоносора Иоакима, царя Иудеи, и часть утвари храма Божьего. Навуходоносор увез утварь в страну Шинар, в храм своего Бога. Он поместил ее в сокровищницу храма. Царь велел Ашпиназу, начальнику Евнухов, отобрать из народа Израилева, из царского рода и знати, мальчиков бестелесных изъянов, красивой наружности, способных к наукам смышленых и умных, годных для службы в царском дворце, и обучить их халдейской грамоте и языку. Царь распорядился кормить их ежедневно с царского стола и подавать им вино, какое пил сам, воспитывать их три года, а потом они должны были предстать перед царем. Были среди них Даниил, Анания, Месаил и Азария, все они были из племени Иуды. Начальник Евнухов дал им другие имена. Даниилу дал имя Белтешацар, Анании – Шадрах, Месаилу – Мешах, а Азарии – Аветниго. Даниил решил, что ничего нечистого, ни царских кушаний, ни царского вина он и пробовать не станет. И он попросил у начальника Евнухов разрешение не есть нечистого. Бог даровал Даниилу расположение и благосклонность начальника Евнухов. И тот ответил Даниилу – Боюсь я государя моего царя, ведь он сам назначил, что вам есть и пить. А вдруг он заметит, что вы выглядите хуже других мальчиков ваших лет. Придется мне тогда отвечать за вас головой перед царем. Тогда Даниил сказал служителю, которого начальник Евнухов приставил к Даниилу, Анании, Месаилу и Азарии. «Прошу тебя, испытай нас, рабов твоих. Пусть нам десять дней дают только овощи и воду. А потом ты посмотришь, как выглядим мы и как мальчики, которые ели с царского стола. Посмотришь и поступай с нами, рабами твоими, как сочтешь нужным». Тот согласился и дал им десять дней на испытание. А через десять дней оказалось, что они выглядят лучше и здоровее всех мальчиков, которые ели с царского стола. С тех пор служитель забирал предназначенные для них кушанье и вино, а им давал одни овощи. Бог даровал этим четырем мальчикам мудрость, знания и способности ко всем наукам. А Даниилу также и искусство толковать всякого рода видения и сны. Настал срок, назначенный царем, и начальник Евнухов привел мальчиков к Навуходоносору. Царь поговорил с ними, и оказалось, что никто из мальчиков не сравнится с Даниилом, Ананией, Месаилом и Азарией. Их и приставили к царской службе. О какой бы науке или при мудрости царь не спрашивал, они оказывались в десять раз мудрее всех магов и заклинателей в целом царстве. Даниил оставался там до первого года правления царя Кира. Глава 2. На второй год правления царя Навуходоносора были ему видения во сне. Он пришел в тревогу и не мог больше спать. Царь велел позвать магов, заклинателей, колдунов и мудрецов-халдеев, чтобы они истолковали его сны. Пришли они и предстали перед царем. Царь сказал им, «Я видел сонное, тревожусь, хочу понять его». Халдеи заговорили с царем по-арамейски. «Царь, вовеки живи! Расскажи нам, рабам твоим, этот сон, и мы истолкуем его». Царь ответил халдеем, «Объявляю вам мою волю. Если вы не скажете, что мне снилось и что это означает, вас разрубят на куски и ваши дома разрушат. А если расскажете сон и истолкуете его значение, будут вам от меня подарки, награды и великий почет. Итак, расскажите, что мне снилось и что это означает». Они снова сказали, «Царь, поведай нам, рабам твоим, этот сон, и мы истолкуем его». Царь ответил, «Я уверен, что вы просто тянете время, ведь я объявил вам мою волю, и вы знаете, что вас ждет, если не расскажете мне мой сон. Вот вы изговорились лгать и изворачиваться передо мной, вдруг, мол, что-нибудь изменится. А вот расскажите ко мне мой сон, и тогда я поверю, что вы можете его истолковать». Халдеи сказали царю, «Никто на земле не сможет рассказать царю того, о чем он спрашивает, ведь никогда ни один царь, ни один великий владыка не спрашивал ничего подобного у магов, заклинателей или мудрецов-халдеев. Царь задает такой трудный вопрос, что ему не может ответить никто, кроме богов, а они не живут меж людьми». От таких слов царь пришел в страшное негодование и в гневе приказал предать смерти всех мудрецов Вавилона. Вышел указ казнить мудрецов. Даниилу и его друзьям тоже грозила казнь. Но Даниил обратился с разумной и мудрой речью к Реуху, начальнику царской стражи, который был послан казнить вавилонских мудрецов. Стал Даниил расспрашивать Реуха. «Сановник царский, почему царь издал такой суровый указ?» И Реух рассказал Даниилу, в чем дело. Даниил пошел к царю и упросил его дать время на разгадку царского сна. Вернувшись домой, он рассказал все своим друзьям, Анане, Месаилу и Азаре. «Пусть просят Бога Небесного смилостивиться и раскрыть эту тайну, чтобы не казнили Даниила и его друзей вместе с другими вавилонскими мудрецами». Ночью Даниилу было видение, и тайна открылась ему. Тогда Даниил благословил Бога Небесного. Провозгласил он. «Благословенно имя Божье от века и вовеки, ибо у него мудрость и сила. Времена и годы он сменяет, царей свергает и царей ставит, дает мудрым мудрость, знания прозорливым. Он открывает глубины, тайны, ведает то, что во тьме сокрыто. С ним свет пребывает. Тебя, Бога Отцов моих, хвалю я и славлю. Ты даровал мне мудрость и силу. Ты поведал мне ныне то, о чем мы просили. То, о чем спрашивал царь, ты нам поведал». После этого Даниил отправился к Ореоху, которого царь послал казнить вавилонских мудрецов и сказал. «Не казни вавилонских мудрецов. Веди меня к царю, я истолкую его сон». Ореох тотчас привел Даниила к царю и доложил. «Я нашел одного человека из переселенцев, приведенных из Аудеи, который истолкует сон царя». Тогда царь обратился к Даниилу, или, как его и иначе называли, Белтеша-цару. «Ты в самом деле можешь рассказать мне, какой сон я видел?» «Истолковать его?» Даниил ответил царю. «Тайну, о которой спрашивает царь, не раскроют ему ни мудрецы, ни заклинатели, ни маги, ни звездочеты. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. Это Он явил царю Навуходоносору то, что будет в конце времен. Вот что явилось тебе во сне, когда ты спал на своем ложе. Твои мысли, царь, устремились к будущему, и открывающий тайны показал тебе будущее. А мне эта тайна была открыта не потому, что я будто бы мудрее всех на свете, но для того, чтобы разъяснить ее царю. И ты постигнешь то, что тебя тревожит. Вот что ты видел, царь. Стоит перед тобой истукан, огромный истукан, он ярко сияет, и вид его наводит ужас. Голова у этого истукана из чистого золота, грудь и руки из серебра, живот и бедра из меди, голени из железа, а ступни частью из железа, частью из глины. Потом ты видел, откуда-то сам собой, без помощи рук человеческих. Откололся камень и упал на истукана, на его ступни из железа и глины и раздробил их. Тут железо, глина, медь, серебро и золото разом рассыпались и стали, как мекина на таку летом. Ветер унес их, и даже следа не осталось. А камень, который упал на истукана, стал великой горой и занял всю землю. Таков сон. А теперь мы расскажем царю, что он означает. Ты царь, царь царей. Тебе Бог небесный дал царство, могущество, силу и славу. Тебе он отдал во власть и подчинил людей, зверей земных и птиц небесных, где бы они ни жили. Золотая голова — это ты. После тебя настанет другое царство, не столь великое, как твое. Потом третье царство, медное, будет властвовать над всей землей. А четвертое царство будет крепкое, как железо. Подобно тому, как железо все дробит и разбивает, как железо все сокрушает, так и оно разобьет и сокрушит всех. Еще ты видел ноги из ступней, частью вылепленные из гончарной глины, частью железной. Значит, царство разделится. Будет в нем доля твердости железной, поэтому ты и видел железо пополам с глиной. Ступни ног частью железной, а частью глиняной. Значит, царство в чем-то будет крепким, а в чем-то непрочным. Железо, что ты видел, было смешано с глиной. Так смешается одно с другим в потомстве человеческом. Но не станут они единым целым, как железу не сплавиться с глиной. В одни этих царствований Бог небесный воздвигнет царство вечное, нерушимое, неприступное для других народов. Оно сокрушит и разрушит все эти царства, а само будет стоять вечно. Поэтому ты видел, как от горы сам собой без помощи рук человеческих откололся камень и разбил железо, медь, глину, серебро и золото. Так великий Бог показал царю будущее, сон правдив и толкование верно. Тут царь Навуходоносор простерся ниц перед Даниилом и велел почтить его приношениями и благовонными курениями. Царь сказал Даниилу, «Воистину, ваш Бог — это Бог богов, владыка царей, открывающий тайны, раз ты сумел раскрыть эту тайну». После этого царь возвысил Даниила, одарил множеством богатых даров, назначил его правителем всей Вавилонии и главой всех вавилонских мудрецов. По просьбе Даниила царь поручил Шадраху, Мешаху и Овет-Него управлять делами Вавилонии, а сам Даниил остался при царском дворе. Глава 3. Царь Навуходоносор велел сделать золотого идола в шестьдесят локтей высотой, в шесть локтей шириной и поставил в долине Дура в Вавилоне. И созвал царь всех сатрапов, градоначальников, наместников, советников, казначеев, судей, чиновников и правителей всех областей на освящение идола, которого поставил он, царь Навуходоносор. Когда сатрапы, градоначальники, наместники, советники, казначеи, судей, чиновники и правители всех областей собрались на освящение и предстали перед идолом, которого поставил царь Навуходоносор, глашатый громко провозгласил. Слушайте все народы, племена и народности. Как только вы услышите звуки рога, свирели, кефары, гусли, арфы, волынки и прочую музыку, падите ниц и поклонитесь золотому идолу, которого поставил царь Навуходоносор. А кто не падет и не поклонится, того немедленно бросят в пылающую печь. И вот, как только раздались звуки рога, свирели, кефары, гусли, арфы и прочая музыка, все народы, племена и народности пали и поклонились золотому идолу, которого поставил царь Навуходоносор. Но среди халдеев нашлись люди, которые тут же пошли и донесли на иудеев. Они сказали царю Навуходоносору, «Царь, вовеки живи!» Ты, царь, повелел, чтобы каждый, услышав звуки рога, свирели, кефары, гусли, арфы, волынки и прочую музыку, пал ниц и поклонился золотому идолу, а кто не падет и не поклонится, того бросить в пылающую печь. «Но те люди, которым ты поручил управлять делами Вавилонии, иудеи Шадрах, Мишаха и Овет-Него, тебя, царь, не слушаются, твоим богам не служат и золотому идолу, которого ты поставил, не поклоняются». Страшно разгневался Навуходоносор и велел привезти Шадраха, Мишаха и Овет-Него. Когда их привели к царю, Навуходоносор спросил, «Это правда, Шадрах, Мишаха и Овет-Него, что моим богам вы не служите и золотому идолу, которого я поставил, не поклоняетесь?» Так вот, или приготовьтесь при звуках рога, свирели, кефары, гусли, арфы, волынки и прочей музыке, пасть ниц и поклониться идолу, которого я поставил? Или, если не поклонитесь, вас немедленно бросят в пылающую печь? И какой бог вызволит вас тогда из моих рук? Но Шадрах, Мишаха и Овет-Него отвечали царю Навуходоносору, «Нет нам нужды отвечать на это. Если наш бог, которому мы служим, может вызволить нас, он нас вызволит, и из пылающей печи, и из твоих рук, о царь! Но даже если и нет, все равно, царь, знай, твоим богам служить мы не станем, и золотому идолу, которого ты поставил. Не поклонимся!» Тогда Навуходоносор еще больше разгневался, глянул яростно на Шадраха, Мишаха и Овет-Него, приказал раскалить печь в семь раз жарче прежнего и велел лучшим воинам из своего войска связать Шадраха, Мишаха и Овет-Него и бросить в пылающую печь. Связали их и бросили прямо в пылающую печь, в чем они были, в шароварах, рубашках и шапках. По суровому приказу царя печь разожгли так сильно, что воины, исполнявшие приговор над Шадрахом, Мишахом и Овет-Него, сами погибли от пламени. А те трое, Шадрах, Мишах и Овет-Него, упали связанные в огонь пылающей печи. Но тут царь Навуходоносор пришел в изумление, поспешно встал и спросил у своих приближенных. «Мы ведь бросили в печь троих связанными?» Ему отвечали. «Именно так, о царь!» Он сказал. «А я вижу, как четыре человека свободно ходят среди огня целые и невредимые, и четвертый на вид подобен божеству». Навуходоносор подошел к устью пылающей печи и позвал. «Шадрах, Мишах и Овет-Него, рабы Бога Всевышнего! Выходите оттуда!» Тогда Шадрах, Мишах и Овет-Него вышли из огня. Собрались сатрапы, градоначальники, наместники, царские приближенные, и увидели, что огонь перед этими людьми бессилен, и волосы у них не опылены, и одежда цела, и даже гарью от них не пахнет. И царь Навуходоносор воскликнул. «Благословен Бог Шадраха, Мишаха и Овет-Него, пославший своего ангела и спасший рабов своих, что в него верили. Они ослушались царской воли, не пожалели своей жизни, но не стали ни служить, ни поклоняться никакому Богу, кроме своего Бога. Мой приказ всем народам, племенам и народностям. Кто будет непочтительно говорить о Боге Шадраха, Мишаха и Овет-Него, того пусть разрубят на куски, и дом его разрушат. Ибо никакой другой Бог не может так спасать, как этот Бог спасает». Затем царь дал Шадраху, Мишаху и Овет-Него важные должности в Вавилоне. «Царь Навуходоносор, всем народам, родам и племенам на земле. Мир вам и процветание! Угодно мне рассказать о знамениях и чудесах, которые сотворил мне Бог Всевышний. Как великие его знамения, чудеса его, преисполнены могущество. «Царство его, царство вечное, и власть его на все времена». Глава четвертая Я, Навуходоносор, жил безмятежно в своем доме, благоденствовал в своем дворце. Но приснился мне сон и испугал меня. На ложе сна ужаснули меня видения. И велел я привезти ко мне всех мудрецов вавилонских, чтобы разгадали мой сон. Пришли маги, заклинатели, мудрецы-халдеи и звездочеты. Я рассказал им свой сон, но они его не разгадали. Наконец пришел Даниил. В честь моего Бога называют его Белтешацаром. В нем есть дух Бога Святого. Я рассказал ему сон. Я сказал, Белтешацар, глава магов, «Я знаю, что в тебе есть дух Бога Святого, и ты легко раскрываешь любую тайну. Итак, скажи мне, что за сон я видел? Что он означает? Вот что видел я во сне, когда спал на своем ложе. Стоит посреди земли высокое дерево, великое дерево, могучее, высотой до самого неба, видно его по всей земле. С густой листвой, плодовитое, всех питающее. Под сенью его звери земные, в ветвях живут птицы небесные, и все живое кормится от него. И еще видел я во сне, когда спал на своем ложе. Спускается с неба святой страш и громким голосом возглашает, «Срубите дерево, отсеките ветви, оборвите листвой и стряхните плоды. Пусть убегут из-под него звери, улетят с его ветвей птицы. Только пень с корнями пусть остается в земле, в травах степных, окованной железом и медью. Пусть омывается росой небесной, со зверями ютится в траве земной. Лишится он разума людского, и будет дан ему разум звериный, и так пройдет семь лет. Этот приказ решения стражей, приговор этот, слово святых. Пусть все живущие знают, над царством человеческим властен Всевышний. Дает он его кому пожелает, и даже низшего из людей на царство возводит. «Вот какой сон видел я, царь Навуходоносор, а ты, Белтышацар, скажи, что он означает. Ибо ни один мудрец в моем царстве не может поведать мне разгадку, а ты сможешь, потому что в тебе есть дух Бога Святого». Даниил, он же Белтышацар, какое-то время пребывал в оцепенении, ужас охватил его. «Царь сказал, «Белтышацар, пусть не ужасают тебя этот сон и его разгадка». Тогда отвечал Белтышацар, «Государь мой, не другом бы твоим такой сон, врагам твоим такую разгадку. Дерево, которое ты видел, великое и могучее, высотой до самого неба, видно его по всей земле, с густой листвой, плодовитое, всех питающее, под которым живут звери земные, а в ветвях обитают птицы небесные. Это ты, о царь, ты велик и могуч. Твое величие так возросло, что достигает небо, а власть твоя простирается до края земли». Царь видел, как святой страж сошел с неба и сказал, «Срубите дерево, изничтожьте, только пень с корнями пусть остается в земле, в травах степных, окованной железом и медью, пусть омывается росой небесной и ютится с дикими зверями, пока не пройдет семь лет». Это показывает, о царь, какой удел назначил Всевышний государю моему царю. «Жить тебе не среди людей, а с дикими зверями. Будешь питаться травой, как скот, и омываться росой небесной. Так пройдут семь лет, и ты поймешь, что над царством человеческим властен Всевышний, дает он его, кому пожелает. Но велено оставить пени и корни дерева, значит, царство будет тебе возвращено, когда ты поймешь, что вся власть принадлежит небу. Потому, о царь, соблаговоли послушать мой совет. Заглайдь свои прегрешения добрыми делами, а свою несправедливость милостью к бедным. И тогда, может быть, продлится твое благоденствие». Все это и постигло царя Навуходоносора. Двенадцать месяцев спустя шел он по царскому дворцу в Вавилоне. «Вот он, великий Вавилон, сказал царь. Город царский, который я построил силой и мощью своей, во славу свою и честь». Не успел он это выговорить, как с неба раздался голос. «Слушай, царь Навуходоносор, отныне лишен ты царства. Жить тебе не среди людей, а с дикими зверями. Будешь питаться травой, как скот. Так пройдет семь лет, и ты поймешь, что над царством человеческим властен Всевышний. Дает он его, кому пожелает». И тотчас же исполнилось все это над Навуходоносором. С тех пор не жил он среди людей и ел траву, как скот, роса небесная его омывала. Отросли у него космы, как орлиные перья, и ногти, как когти птичьи. Но прошло время. Я, Навуходоносор, возвел глаза к небу, и рассудок вернулся ко мне. Я благословил Всевышнего, восхвалил и восславил живущего вовеки. Власть его, власть вечна, и царство его на все времена. Все живущие на земле ничто, как захочет он, так и поступит с силами небесными и жителями земли. Никто не остановит руку его и не скажет, что ты делаешь. В тот миг рассудок вернулся ко мне. Вернулись ко мне царская слава, честь и величие. Приближенные вельможи признали меня. Я снова стал царем, и мощь моя возросла больше прежнего. И теперь я, Навуходоносор, воздаю славу, честь и хвалу царю небесному. Его деяния истинны, пути его справедливы. Он властен унизить надменных. Глава пятая. Царь Валтасар устроил большой пир для тысячи своих вельмож и вместе с ними пил вино. Захмелев, Валтасар велел принести золотые и серебряные сосуды, которые его отец Навуходоносор привез из Иерусалимского храма. Царь, его вельможи, жены и наложницы будут пить из этих сосудов. И когда принесли золотые сосуды, привезенные из храма Дома Божьего в Иерусалиме, царь, его вельможи, жены и наложницы стали пить из них. Пили они вино и славили своих богов, золотых и серебряных, медных и железных, деревянных и каменных. И вдруг появилась кисть человеческой руки и стала писать на выбеленной стене царского дворца напротив светильника. Увидел царь, пишущую руку, изменился в лице, ужас охватил его, поджилки у него затряслись и колени застучали одно от другое. Царь громко закричал, приказывая привести заклинателей, мудрецов-халдеев-звездочетов и сказал этим вавилонским мудрецам. «Кто прочтет и истолкует мне эту надпись, того оденут в пурпур, он получит золотую цепь на шею и станет третьим человеком в государстве». Пришли царские мудрецы, но не сумели ни прочесть надпись, ни истолковать царю ее значение. Тогда царь Валтасар сильно испугался и изменился в лице, и его вельмож охватило смятение. Царица узнала, о чем говорят царь и его вельможи, и явилась в покое, где был пир. Сказала царица, «Царь, вовеки живи! Напрасно ты так испугался и изменился в лице. Живет в твоем царстве человек, в котором есть дух Бога Святого. Еще в правлении твоего отца в нем обнаружились светлый ум, прозорливость и мудрость, подобное мудрости богов. Царь Навуходоносор, твой отец, назначил его главой магов, заклинателей, мудрецов, халдеев и звездочетов, сам царь отец твой. У него, у Даниила, которого царь назвал Белтышацаром, был дух несравненный, были знания и прозорливость в толковании снов, разгадывании загадочного и распутывании запутанного. Пусть позовут Даниила, он даст толкование. Привели к царю Даниила, царь сказал ему. Ты ли тот самый Даниил из переселенцев, которых царь, отец мой, привел из Иудеи? Я слышал, что в тебе божественный дух, что ты обладаешь светлым умом, прозорливостью и несравненной мудростью. Так вот, привели ко мне мудрецов и заклинателей, чтобы они прочли эту надпись и объяснили мне ее значение, но не могут они рассказать, что она означает. А я слышал, что ты умеешь давать толкование и распутывать запутанное. Итак, если сможешь прочитать эту надпись и объяснить мне ее значение, тебя оденут в пурпур, ты получишь золотую цепь на шею и станешь третьим человеком в государстве. Даниил отвечал царю, подарки оставь себе, награды отдай другим. Я и так прочитаю царю надпись и объясню, что она означает. О, царь, Навуходоносору, твоему отцу, Бог Всевышний дал царство, величие, славу и почет. Перед величием, которое Бог ему дал, все народы, племена и народности дрожали в страхе, кого хотел царь казнил, кого хотел миловал, кого хотел возвышал, кого хотел низлагал. Но он превознесся, стал гордым и чванливым, а потому низвергнут был с царского престола и лишен всей своей славы. С тех пор не жил он среди людей и стал разумом, как зверь, с дикими ослами он обитал, питался травой, как скот, омывался росой небесной, пока не понял, что Бог Всевышний властен над царством человеческим и возводит на царство кого пожелает. А ты, Валтасар, сын его, не смирился сердцем, хотя знал все это. Ты восстал против владыки небесного, тебе приносят сосуды, взятые из дома его, и ты со своими вельможами, женами и наложницами пьешь из них вино. Ты восхваляешь богов серебряных и золотых, медных и железных, деревянных и каменных, которые ничего не видят, не слышат и не понимают. А Бога, в чьей власти твоя жизнь и судьба не славишь. Потому от Него послана эта рука и написаны эти слова. Вот что здесь написано. Мене, мене, текел у парсин. И вот что это означает. Мене исчислил бог твое царствование и положил ему конец. Текел, взвешен ты на весах и оказался слишком легким. Перес, разделено твое царство и отдано медянам и персам. Тогда Валтасар отдал приказ и Даниила облачили в пурпур, надели ему золотую цепь на шею и провозгласили его третьим человеком в государстве. В ту же ночь Валтасар царь Халдейский был убит. Царем стал Дарий Медийский и было ему тогда шестьдесят два года. Глава шестая Дарий соблаговолил назначить сто двадцать сатрапов по всему царству, а над ними трех правителей, в том числе Даниила, чтобы те сатрапы отчитывались перед ними и царю не было никакого ущерба. Среди этих правителей сатрапов выделялся Даниил, потому что в нем был дух несравненный и царь намеревался поставить его над всем царством. Между тем правители и сатрапы следили за тем, как Даниил ведет царские дела и искали к чему бы придраться, но не могли его ни в чем уличить. Даниил все делал честно и не найти было у него ни промаха, ни обмана. И сказали они, не найти нам ничего против Даниила, разве ли, в том, что он следует закону Бога своего, мы отыщем за ним какую-нибудь вину. Тогда все эти правители и сатрапы толпой явились к царю и сказали «Царь Дарий, вовеки живи». Все правители в царстве, градоначальники и сатрапы, царские приближенные и наместники считают нужным, чтобы царь наложил запрет и сдал указ. «Если кто-нибудь в течение тридцати дней обратится с мольбой к Богу или к человеку, к кому бы то ни было, кроме тебя, о царь, бросить его в яму на съедение львам, наложи такой запрет, то царь издай указ, непреложный указ, нерушимый закон медяны персов». Царь Дарий согласился и сдал запрет. Но Даниил, зная, что издан такой указ, все равно уходил к себе в дом, где окна верхней комнаты были обращены в сторону Иерусалима, и там три раза в день преклонил колени, молился и славил Бога своего, как прежде. Те явились к нему всей толпой и застали его возносящим мольбу к своему Богу. Тогда они пошли к царю и напомнили о царском запрете. «Ты ведь издал указ, если кто-нибудь в течение тридцати дней обратится с мольбой к Богу или к человеку, кому бы то ни было, кроме тебя, о царь, бросить его в яму на съедение львам». Царь отвечал, «Это непреложный указ, нерушимый закон медян и персов». Тут они сказали царю, «А вот Даниил, один из переселенцев, приведенных из Иудеи, не считается ни с тобою, царь, ни с установленным тобой запретом, а он по три раза в день творит свои молитвы». Услышав такую речь, царь сильно огорчился и решил спасти Даниила. До самого заката он искал способ спасти его. Но те, явившись к царю всей толпой, говорили, «Ты же знаешь, царь, по закону медян и персов ни один запрет или указ царя нельзя отменить». Тогда царь велел привести Даниила и бросить в яму ко львам. Он сказал Даниилу, «Да спасет тебя Бог твой, которому ты непрестанно служишь». Принесли камень и завалили устье ямы, а царь запечатал яму своим перстнем и перстнями своих вельмож, чтобы с Даниилом все было так, как решено. Потом царь ушел к себе во дворец и опечаленный лег спать без ужина, но сон не шел к нему. На другой день царь встал на рассвете и поспешил к яме со львами. Подойдя к яме, где был Даниил, царь с тревогой позвал его. «Даниил, раб Бога живого! Сумел ли Бог твой, которому ты непрестанно служишь, спасти тебя ото львов?» И тут Даниил заговорил с царем. «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего, тот закрыл львам пасть, и они не тронули меня. Ведь я ни в чем не виноват перед Богом, да и перед тобой, царь, не повинен ни в каком преступлении». Тогда царь очень обрадовался за Даниила и велел поднять его из ямы. Даниила подняли из ямы, и оказалось, что он совершенно невредим, благодаря вере в Бога своего. Царь велел привести тех людей, что донесли на Даниила, и бросить их самих в яму ко львам вместе с детьми и женами. Не успели те долететь до дна ямы, как львы набросились на них и разорвали на куски. Тогда царь Дарий написал «Всем народам, племенам и народностям на земле, мир вам и процветание. Вот мой указ. Пусть все подвластное мне царство дрожит и трепещет пред Богом Даниила, ибо он, Бог живой, пребудет вовеки, царство его нерушимо, и власть его не будет конца. Он спасает и избавляет, творит знамени и чудеса на небе и на земле. Он спас Даниила от львов». И Даниил жил благополучно в правлении Дария, а также в правлении Кира Персидского. Глава 7. В первый год правления Валтасара, царя Вавилонского, было Даниилу видение во сне, когда он спал на ложе своем. Он записал свой сон. Здесь начинается его рассказ. «Так говорит Даниил, привиделось мне во сне в ночном видении, что четыре ветра небесных бушуют на великом море, и выходят из моря четыре огромных зверя, не похожие друг на друга. Первый как лев, и у него орлиные крылья. Но затем я увидел, как оторваны у него были крылья, и поднят он был, и поставлен на ноги, словно человек, и дано ему было человеческое сердце. Другой зверь был на вид, как медведь, поднятый на дыбы. У него в пасти среди зубов торчали три кости, и велено было ему. «Встань и в волю наешься мясо!» Потом я увидел еще одного зверя. Он был, как леопарды, с четырьмя птичьими крыльями на спине. У этого зверя было четыре головы, и ему была дана власть. А потом увидел я в моем ночном видении четвертого зверя, грозного, ужасного, несравненной мощи, и у него были огромные железные зубы. Он все пожирал и разрушал, а остатки попирал ногами. Он не был похож ни на кого из прежних зверей, и было у него десять рогов. Я посмотрел на эти рога, и увидел, как еще один маленький рог вырос между ними, и трое из прежних рогов были вырваны, чтобы дать ему место. И у этого рога были глаза, как у человека, и у ста, говорящие надменно. Потом я увидел, воздвигнуты были престолы, и древний днями воссел на престол. Его одежда, как белый снег, а волосы, как чистое руно. Престол его пылающее пламя, колеса огонь горящий. Огненный поток течет, выходя от него. Тысяча тысяч служат ему, тьмы и тьмы пред ним стоят. И судьи воссели, и раскрылись книги. Я видел все, что произошло с той поры, когда раздались надменные речи изу строго, до той поры, когда зверь был убит, а тело его уничтожено, предано огню. У остальных зверей была отнята власть, но им оставили жизнь до срока. И видел я в моем ночном видении с облаками небесными приближается некто, словно бы человек. Он приблизился и подвели его к древнему днями. И даны ему были власть, честь и царство, и все народы, племена и народности ему покорились. Власть его, власть вечная и неприходящая, и царство его нерушимо. Я, Даниил, пришел в смятение, эти видения ужаснули меня. Я подошел к одному из стоящих и спросил у него, что все это означает. Он объяснил и растолковал мне увиденное. Эти четыре огромных зверя, четыре царя, что будут на земле. Но потом царство будет предано святым Всевышнего, и они воцарятся навек и навеки веков. Тогда я захотел узнать, что же означает четвертый зверь, непохожий на других, несравненно грозный, с железными зубами и медными когтями, который все пожирает и разрушает, а остатки попирает ногами. И что значит десять рогов у него на голове? И что такое последний рог, выросший, когда другие три выпали, чтобы дать ему место? Рог с глазами и устами, говорящими надменно, который на вид больше других рогов. Ибо я видел, как этот рог начал войну со святыми и одолевал их до тех пор, пока не пришел древней днями. И тогда святым Всевышнего была воздана справедливость, настало время, и святые воцарились. В ответ он сказал мне, четвертый зверь означает, появится на земле четвертое царство, не похожее на другие царства, и будет пожирать, топтать и разрушать все на земле. А десять рогов означают, явится в этом царстве десять царей, а потом еще один, не похожий на прежних, он не зложит трех царей, но он будет вести речи против Всевышнего и притеснять святых Всевышнего, замыслит отменить праздники и закон. И святые будут отданы во власть ему на один срок, два срока и пол срока. И воссядут судьи и отнимут у него власть, он будет погублен, навсегда уничтожен. А народу святых Всевышнего будут отданы царственность, власть и величие всех царств под небесами. Царство его, царство вечное, всякая власть подчинится и покорится ему. На этом рассказ кончается. Меня, Даниила, охватил великий ужас, я изменился в лице. И я сохранил в сердце все это. Глава восьмая На третий год правления царя Валтасара было мне, Даниилу, еще одно видение, в дополнение к тому первому. Привиделось мне, будто я в крепости города Сузы, что в области Элам. Мне привиделось, что я у канала Улай. Я взглянул и увидел. Стоит на берегу баран, у него два высоких рога и один рог выше другого, а вырос позже. Я увидел, как этот баран бодает запад, север и юг, и ничто живое не может выстоять перед ним, и нет от него спасения. Он творит, что хочет, и становится все сильнее. Я стал раздумывать над этим и увидел, что с запада через всю землю идет козел, идет не косе из земли и у него огромный рог на лбу. Он направляется к барану с двумя рогами, которого я видел стоящим на берегу, бежит на него в сильной ярости. Я увидел, как он приблизившись, разъяряется еще больше, бьет барана и ломает ему оба рога. Не мог баран выстоять перед ним. Козел повалил его и топтал, и барану не было спасения. А козел стал очень силен, и тут, когда он сделался могуч, большой рог сломался, и вместо него поднялись другие четыре рога к четырем сторонам света. На одном из них вырос еще один рог. Сперва он был маленький, но затем вырос и простерся на юг, на восток и к стране славы. Он возвысился до воинства небесного, сбросил часть воинства и часть звезд на землю и топтал их. И возвысился и до вождя воинства, лишил его ежедневных жертвоприношений и разорил его святилище. И воинство вслед за ежедневным жертвоприношением было предано ему на поругание. Он поверг истину наземь, в деяниях своих он преуспел. И я слышал, как один святой говорит, а другой святой спрашивает говорящего. Долго ли будет длиться то, что явлено в видении о судьбе ежедневного жертвоприношения, о святилище, преданном на поругание и разорение, о попранном воинстве? Тот ответил, две тысячи триста вечеров и утр. Потом святилище будет возрождено. Взрев это видение, я, Даниил, пытался понять его смысл и предстал передо мной некто в образе человека. И я услышал над каналом Улаи голос, он воззвал. Гавриил, объясни ему видение. Тот подошел к месту, где я стоял. Когда он подошел, я в ужасе полниц, а он сказал мне, знаю, человек, это видение о последних временах. Когда он говорил со мной, я лежал ниц в забытии. Он коснулся меня, поставил на ноги и сказал, «Сейчас я поведаю тебе, что будет в конце, в одни гнева, в последние времена. Ты видел барана с двумя рогами. Это цари медийский и персидский. А козел это царь греческий. Большой рок у него на лбу. Это первый царь. Рог сломался и вместо него поднялись другие четыре рога. Это означает, что от этого народа произойдут четыре царства, но не столь сильные, как первый царь. А к концу этих царств, когда нечестие достигнет полной меры, явится царь с дерзким взором, искусный в коварстве. Он будет силен, но не столь силен, как первый царь. Чудовищное опустошение совершит он, в деяниях своих преуспеет, сокрушит и могучих, и народ святых. Хитроумный он преуспеет в коварстве и возгордится. Многих сокрушит он нежданно и восстанет на владыку владык. Он будет сражен, но не рукой человека. Это пророчество о вечерах и утрах истинно, но ты храни видение втайне. Оно о далеких днях. Я, Даниил, был так измучен, что несколько дней пролежал больной. Потом я встал и снова служил царю. Я был в ужасе от этого видения и не понимал его. Глава девятая. В первый год правления Дария, сына Ахашвироша, медийца родом, что был поставлен царствовать над Халдейским царством, в первый год его правления я, Даниил, уразумел из Писания, что, согласно слову Господа к пророку Иеремии, Иерусалим должен быть в запустении семьдесят лет. Я обратился к Богу, владыке моему, я молился и умолял его, постился в дерюге и пепле. Я молил Господа, Бога моего, и исповедовался, говоря, Владыка мой, Божий великий и грозный, ты хранишь завет верности с теми, кто любит тебя и соблюдает заповеди твои. А мы согрешили, провинились, творили нечестие и мятеж, отвергли заповеди твои и законы твои. Не слушали мы слуг твоих пророков, когда обращались они от твоего имени к нашим царям и правителям, к отцам нашим, ко всему народу нашей страны. Прав ты, владыка мой, а мы ныне покрыты позором, все жители Иудеи, Иерусалима и весь Израиль, все, кто живет вблизи, вдали, во всех странах, куда ты нас изгнал за нечестие пред тобой. О, Господь, позором покрыты мы, и наши цари, и правители, и отцы наши, согрешили мы против тебя. Пусть владыка, Бог наш, помилует нас и простит, ибо мы восстали против него, не слушали Господа, Бога нашего, не соблюдали тех наставлений его, что он давал нам через слуг своих пророков. Весь Израиль преступил твой закон, отвернулся, не желая слушать тебя. И пали на нас проклятие и приговор согласно сказанному в законе Моисея раба Божьего, ибо согрешили мы пред Богом. Сбылись его слова о нас и о правителях наших. Он навел на нас великое бедствие. Не совершалось еще такого под небесами, что совершилось в Иерусалиме. Пришла к нам беда, о которой говорится в законе Моисеевом. Но не обратились мы с мольбой к Господу Богу нашему, не отступились от своих грехов, не признали истину твою. И не замедлил Господь наслать беду, навел ее на нас. Прав Господь Бог наш во всех делах своих, а мы не слушались его. О, Владыка Бог наш, ты могучей рукой вывел свой народ из Египта и славно имя твое до ныне, а мы согрешили и провинились. Владыка мой, прав ты, но отврати гнев своей ярость от города твоего Иерусалима, от святой горы твоей. За наши грехи и за вино отцов наших, Иерусалимы, народ твой в поругании у всех окрестных народов. Услышь, о Бог наш, молитву и мольбу раба твоего, ради себя самого Владыка, озари своей благосклонностью разоренное святилище твое. Прислушайся, Бог мой, и услышь, обрати свой взор, посмотри, как разорен наш город, который именем твоим осенен. Мы обращаемся к тебе с мольбой не на свою праведность надеясь, а на великое милосердие твое. Владыка, услышь, Владыка, прости, Владыка, внемли, исполни нашу просьбу немедли ради себя самого Бог мой, ибо это твой город и твой народ, которые именем твоим наречены. Так говорил я, молясь и исповедуясь в моем грехе и в грехе всего народа моего Израиля и обращаясь Господу Богу моему с мольбой о святой горе Бога моего. И вот когда я молился, Гавриил, тот, кого я видел в своем первом видении, прилетел посланный ко мне и предстал передо мной. Было это в час вечернего жертвоприношения. Наставляя меня, он сказал, Даниил, «Я пришел, чтобы передать тебе знания. Как только ты начал молиться, было дано повеление, и я пришел возвестить его тебе, избраннику. Пойми повеление и постигни видение. Семьдесят седмиц назначено ждать твоему народу и святому городу, чтобы забыта была непокорность, заглажен грех и искуплена вина, чтобы навеки утвердилась праведность, чтобы положена была печать наведения и пророчества и совершено было помазание святыни святынь». Знай и пойми, от повеления заново отстроить Иерусалим до владыки помазанника пройдет семь седмиц, а потом еще шестьдесят две седмицы. В это время восстановят площадь и городской ров, но это будет година бедствий. Когда минут шестьдесят две седмицы, отторгнут будет помазанник, и никого у него не останется. И город, святилище будут разорены народом грядущего властителя. Гибель же его будет как потоп, и до конца войны суждены бедствия. Он заключит договор со многими на одну седмицу. И на пол седмицы отменит он жертвы и приношения, а будет на этом месте мерзость и сквернение до тех пор, пока разорителя не постигнет конец уже предопределенный. Глава десятая. На третий год правления Кира царя Персидского Даниилу, или, как его иначе называли Белтешатсару, было откровение, истинная весть о Великой войне. Даниил постиг это откровение, в видении постиг он его. К тому времени я, Даниил, уже три недели пребывал в трауре, изысканных яств не ел, не прикасался к мясу и вину, и маслом я не умощался все эти три недели. А на двадцать четвертый день первого месяца был я у Великой реки Тигр. Я взглянул и увидел. Стоит некто, облаченный в льняные одежды, с поясом из чистого золота. Тело его, как хризалит, лицо, как вспышка молнии, глаза, как огни факелов, руки и ноги блестят, как начищенная медь, а голос его, как шум толпы. Только я, Даниил, видел его, а люди, что были со мной, не видели, но их объял такой великий ужас, что они разбежались и попрятались. Я один остался и видел это великое видение. И силы покинули меня, я поник и изнемог. Я услышал его голос и при звуке этого голоса упал ниц без чувств лицом в землю. Тут прикоснулась ко мне рука и подняла. Стоял я теперь на коленях, руками опираясь о землю. И он сказал мне, Даниил, избранник, постигни то, что я скажу тебе. Встань, боя послан к тебе. Так говорил он мне, и я встал трепеща. Он сказал мне, «Не бойся, Даниил, уже с первого дня, как ты стал стремиться к познанию, смиряя себя пред Богом твоим, услышаны были твои слова. Из-за слов твоих я и пришел. Владыка царства Персидского противостоял мне двадцать один день. Был я там лицом к лицу с царями Персии, и Михаил, один из верховных владык, пришел мне на помощь. И я пришел, чтобы разъяснить тебе, что будет с твоим народом в конце времен, ибо видение о тех днях. Так говорил он мне, а я не смел оторвать взгляда от земли, лишившись дара речи. Но некто обликом как человек коснулся моих губ. Тогда я обрел дар речи и сказал тому, кто стоял передо мной. Господин мой, во время видения меня пронзила боль, силы покинули меня. Смогу ли я, раб господина моего, говорить с тобой, господином моим? Я совсем без сил, дыхание мое прерывается. И снова некто видом как человек коснулся меня и вернул мне силы. Он сказал, не бойся избранник, мир тебе, ободрись, ободрись. При этих его словах силы вернулись ко мне. Я сказал, говори, господин мой, ты вернул мне силы. И он сказал, знаешь ли ты, зачем я к тебе пришел? Сейчас я пойду назад на битву с владыкой персидским, а как только закончу ее, явится владыка греческий. Но я возвещу тебе, что написано в книге истины. Никто не поддерживает меня в битвах с ними, только Михаил, владыка ваш. Глава одиннадцатая. А я поддержал его и помог ему в первый год правления Дария Медийского. И теперь я возвещу тебе истину. Явится в Персии еще три царя, а богаче всех будет четвертый. Богатство сделает его могущественным, и он приведет в движение все, даже царство греческое. Явится могучий царь, завладеет обширными землями и будет творить, что хочет. Но после того, как он явится, развалится его царство и разделится по четырем сторонам света, и потомство его не достанется и уже не будет таким, как при нем. Отнято будет его царство и отдано чужим. Войдет в силу царь южный, но один из его военачальников станет сильнее его и завладеет землями еще более обширными. Пройдут годы и будет заключен союз. Чтобы скрепить этот союз, дочь царя южного пойдет за царя северного. Но она не удержит власть, да и сам он не выстоит. Наступит время, устранена будет и она, и спутники ее, и дитя ее, и тот, кто ее поддерживал. Один из побегов ее корня вступит на престол. Он пойдет против войска царя северного и войдет в его крепость, нападет на них и одержит победу. И богов их, и литые статуи, и драгоценную утварь, серебряную и золотую, он захватит и увезет в Египет. После этого он несколько лет не будет тревожить царя северного. Затем тот вторгнется в царство южного царя, но отступит в свою страну. А сыновья его начнут войну войско. Оно нахлынет, как потоп, продвинется вперед и достигнет вражеской крепости. Царь южный придет в ярости и выступит на битву с царем северным. Тот соберет великие полчища, но они будут отданы в руки противника. Когда сгинут эти полчища, царь южный возгордится. Десятки тысяч воинов повергнет он, но не добьется победы. царь северный соберет новое полчища еще больше прежнего. Пройдут годы, и он снова нагрянет с войском большим и хорошо снаряженным. В те времена многие восстанут против царя южного. Мятежники из твоего народа тоже поднимутся в исполнении ведения и потерпят неудачу. Придет царь северный, возведет осадную насыпь и захватит укрепленный город. Не устоят силы юга, даже отборные войска не смогут выстоять, а пришедший будет творить, что захочет, и никто не выстоит перед ним. Он утвердится в стране славы, и вся она окажется в его власти. Он задумает стать властелином всего царства, заключит союз со своим врагом и отдаст ему дочь в жены, чтобы погубить его, но это не выйдет, не удастся. Тогда он направится в Приморские области, и многие из них захватят, но вождь положит конец его дерзости, а он не сможет отплатить дерзостью. Направится он назад крепостям своей страны, но потерпит поражение, падет и сгинет без следа. Другой взойдет на престол и вышлет сборщика подати, чтобы обобрать красу царства. Пройдет немного времени, и он будет сокрушен, но не открыто и не в бою. Другой взойдет на престол, презренный, не будет ему дано величие царское. Он придет нежданно и захватит царство хитростью. Войска будут сметены перед ним и сокрушены словно потопом вместе с вождем завета. Заключив союз, он совершит вероломство. Мало будет у него людей, но он наберет силу. Нежданно придет он в самые изобильные края и станет творить то, чего не творили ни отцы его, ни отцы отцов его. Он будет делить добычу, поживу, богатство, станет вынашивать планы против крепостей до времени. Всю свою силу и пыл обратит он против царя Южного, пойдет на него с великим войском. Царь Южный с великим очень сильным войском выйдет на бой, но не выстоит. Против него составят заговор. Погубят его те, кто ел за его столом, войско его будет сметено как потопом, и многие падут в бою. Два царя, замышляя недоброе, сойдутся за одним столом и будут лгать друг другу, но ничего у них не выйдет, ибо час конца еще не пришел. Царь направится домой с богатой добычей и задумает посягнуть на Святой Завет и станет действовать. Потом он вернется в свою страну. В назначенное время он снова пойдет на юг, но такого, как прежде, уже не будет. Придут туда корабли китеев, он испугается и отступит. Он воспылает гневом на Святой Завет и станет действовать. Возвращаясь, он сговорится с теми, кто отступил от Святого Завета. Явится от него полчища и осквернят твердыню святилища, отменят ежедневное жертвоприношение и установит там мерзость осквернения. Тех, кто предал Завет, он соблазнит лестью, но те, кто помнит Бога своего, будут сильны и станут действовать. Мудрые будут учить народ и на время станут жертвами гонений, меча и огня, плена и грабежа. При этом получат они небольшую помощь, и многие примкнут к ним, но не искренне, и некоторые из мудрых будут жертвами гонений, проходя через испытания, очищаясь и убеляясь до последних времен, ибо час конца еще не пришел. А царь будет творить, что захочет, он возгордится и поставит себя выше всех богов, и против Бога богов станет говорить неслыханно, он будет преуспевать, пока не завершатся дни гнева, ибо что предначертано, тому и быть. Он не обратится ни к богам отцов своих, ни к любимцу женщин, ни к какому иному богу, ибо превознесется над всеми. Вместо них он воздаст почести богу крепости, богу, которого не знали его отцы, воздаст он почести золотом, серебром, драгоценными камнями и богатыми подношениями. С помощью чужого бога он расправится с крепкими крепостями, а тем, кто его признал, воздаст великие почести, поставит их властвовать над многими и будет раздавать им земли в награду. Настанут последние времена, и царь южный пойдет на него войной, но как буря, брушится на него царь северный с боевыми колесницами, с конницей и множеством судов. Он пройдет по разным странам, словно потоп, и придет в страну славы, и десятки тысяч станут его жертвами. Но избегнут его руки дом, маафы и большая часть амманитян. Он распространит свою власть на другие страны, и даже Египет не избежит этой участи. Он захватит сокровища, золото и серебро, и все богатство Египта. Народы Ливии и Куша будут у его ног. Устрашат его вести с востока и с севера, и он направится туда в великой ярости, неся разрушения и гибель многим. Он раскинет свои царские шатры между морем и горой святой славы. Но придет ему конец, и никто ему не поможет. Глава двенадцатая Тогда явится Михаил, великий владыка, защитник твоего народа, ибо настанет время бедствия, какого доселе не знал ни один народ. Тогда спасется народ твой, все, кто окажется записан в книгу. И из тех, кто спит во прахе земном, многие пробудятся, одни для жизни вечной, другие на позор и вечный стыд. Мудрые засияют как заря небесная и наставники многих как звезды навсегда навеки. А ты, Даниэл, сохрани эти слова втайне и запечатай книгу до последних времен, когда многие будут блуждать и умножиться зло. И я, Даниэл, увидел. Стоят еще двое, один на том берегу реки, другой на этом. И один из них спрашивает у облаченного в льняные одежды, стоящего за рекой, когда же это неслыханное кончится? И я услышал ответ облаченного в льняные одежды, стоящего за рекой. Воздев обе руки к небесам, он поклялся живущим вовеки. Все окончится через срок, два срока и пол срока, когда сила народа святыни больше не будет сокрушена. Я слушал, но не понимал, и я спросил, господин мой, а чем все это кончится? Он ответил, иди, Даниил, это скрыто и запечатано до последних времен. Многие очистятся, убилятся и пройдут через испытания, нечестивые будут творить нечестие. И нечестивые не уразумеют ничего, а уразумеют мудры. С того времени, как отменено будет ежедневное жертвоприношение и установлено мерзость осквернения, пройдет 1290 дней. Блажен, кто будет ждать и сумеет прождать 1335 дней. А ты иди своим путем до конца и обретешь покой, но после встанешь, чтобы получить то, что тебе суждено в конце времен. Мудрым.